Плавно переходим к хоккею. 18 марта в спортивном комплексе «Форвард» продолжился чемпионат Казани по хоккею. На этот раз на льду встретились казанские юлбарсы, а также хоккейный клуб «Смена». О всех подробностях игры расскажет Яна Гарипова. 18 марта в спортивном комплексе «Форвард» казанские юлбарсы продолжают выступать в чемпионате Казани по хоккею. На этот раз соперником стал хоккейный клуб «Смена». В самом начале матча игру в свои руки взяла команда юлбарсов. Весь первый период федералы провели в зоне соперника, не давая пробраться противоположной команде к своим воротам. Они жестко прессинговали соперников, но с каждым разом смена все смелее и смелее отбивалась от напада команды казанского федерального. И в скором времени смогли отодвинуть игру от своих ворот, перехватив лидерство себе. Первый период заканчивается в ничью. Второй отрезок начинается с точностью наоборот. Теперь уже со стороны смены начинается прессинг. Юлбарсы понемногу начинают терять запал, все чаще и чаще давая соперникам совершать броски по воротам. Однако заброшенных во втором игровом отрезке также не оказалось. Результативные моменты начались именно в третьем периоде. На первой минуте с передачи Максима Шмянова нападающий Роберт Макаров забрасывает шайбы в ворота сборной КФУ. Юлбарсы, не успев опомниться и выйти в зону соперника, буквально через две минуты благодаря передачам Баумана и Бабикова, Самир Зиадинов удваивает преимущество в счете. 2-0. Такая хлесткая пощечина от соперников должна была пробудить в Юлбарсах дух борьбы и желание как минимум сравнять счет. Но хоккеисты смены дали понять, что забрать победу в матче федералы не смогут. На 46-й минуте нападающий Дмитрий Сахаров забивает третью шайбу и делает счет разгромным. Но все же смене не удалось выиграть в сухую. Казанские федеральные на 55-й минуте смогли забросить шайбу в ворота соперника. Кирилл Швецов с передачей Эдуарда Мусина делает счет 3-1. Но радость федералов была недолгой. Ведь уже через минуту нападающий сменой Артем Бабикова забивает четвертую шайбу в ворота КФУ. Под занавес встречи КФУ остается в меньшинстве. Адель Садыков отправилась на 2 минуты на скамейку штрафников за толчок соперника на борт. Хоккеисты смены не смогли реализовать большинство и счет остался 4-1 в пользу хоккейного клуба смена. Яна Гарипова, Екатерина Лазарева, Неделя спорта.